Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я начну снимать влог, который, наверное, будет состоять из нескольких дней. Дело в том, что в эту субботу, 27 числа, мы уезжаем на отдых, на все каникулы, и уезжаем мы в Турцию, в Аланию. Ура! Надеюсь, погода будет хорошая. Вроде бы там говорят, что 30 градусов сейчас в Алании. Не знаю, посмотрим. В любом случае, это для нас такой, ну, как бы смена обстановки. Едем мы, я, муж и детки. Так что сегодня я начинаю снимать. Сегодня среда, 24 число. Так что у меня есть два дня на сборы. Вот. И, в общем, я думаю, вы проведете эти дни со мной. А увидите этот влог уже, наверное, в субботу, когда мы уже будем в Турции. И также обязательно напишите мне, что бы вы хотели видеть из влогов, когда мы будем в Турции. Потому что я думаю, что я буду там снимать только влоги. Что вам интересно? Может быть, что-то из косметики, что я беру? Конечно же, питание, да? Вам, наверное, будет интересно, каким образом я буду питаться там, когда там есть шведский стол. Но, не знаю, может быть, буду позволять себе чуть больше, чем обычно. Может, нет. В общем, это я буду снимать точно. А всё остальное, в общем, напишите обязательно в комментариях. Я с удовольствием буду снимать. Ну, а сейчас хочу вам показать. Многие девочки мне пишут очень часто. Наташа, у тебя так дома всегда убрано, всегда так красиво. Нет, так не всегда. Сейчас я вам покажу. Вот такой у меня бардак. Это я себе делала маникюр. Это я тут для вас что-то снимала. Кружки, чашки. Всё валяется. В общем, надо будет сейчас всё убирать. Чемоданы надо будет собирать. Тут уже частично я начала. Надо ещё перемерить всю одежду деткам. Посмотреть, что. Может быть, что-то нужно срочно ехать докупить. Немножко настроила освещение, потому что вижу, что плохо всё. Как вы понимаете, это мой, это мужа чемодан. Вот. Здесь тоже, в общем, везде бардак. Везде, девочки. В общем, надо ещё убираться, собираться. И ещё куча всяких разных дел. Ну вот. Но сейчас убираться не буду. Сейчас я еду за своим младшим сыночком в садик. Старшего уже забрала. Девочки, всем снова привет. Привет. Уже на следующий день я снимаю. Сегодня четверг. Я поехала нарастила ресницы. Девочки, вот как найти хорошего мастера? Как найти мастера, который бы тебя понимал? Который вообще понимал, что ты хочешь и вообще зачем тебе это надо? Это 2D. Вы серьёзно? Блин, может, я, конечно, что-то не понимаю. Может, если меня кто-то из вас смотрит, вот мастера, то напишите, пожалуйста. Так и должно быть? Или это я не того? Во-первых, вот здесь вот ресницы, здесь всё равно не склеены. Здесь меньше. То есть, видите, вот длина, да? Я ей говорила, она что-то подправила. Вот. Я злая. Я реально злая. Ну, я, конечно, люблю Аляну Турель. Ничего не могу сказать. Тут у меня солнышко светит, извиняюсь. Но. Я не знаю. В общем. Я, наверное, буду у всех мастеров города Санкт-Петербурга. Если вы меня смотрите, знаете, я скоро к вам приду. Ну, это же какой-то кошмар. И, то есть, вы видите, мои ресницы вот такие. Реально мои ресницы такие. Извините, я лохматая. Ох, сил нет. Ладно. Сейчас иду забирать старшего сыночка со школы. И... Вот видите, у меня даже вот эта ресница, вон она одна. Лежит непонятно где. Ну, что это за история такая? Ну, что это такое? Они у меня, когда накрашены, просто тушью. Они выглядят ярче. И я вот после таких работ, кстати, каждый раз зарекаюсь о том, что я больше не буду наращивать ресницы. Если бы это можно было сделать самим, я бы это сделала сама. Честно. Потому что, ну... Я не могу. Всем привет! Сегодня уже пятница. У меня как-то не получилось вчера насыщенно снять день. У меня было ещё вчера родительское собрание в школе у ребёнка. В общем, вот так вот выглядят мои реснички. Вот, ну, на самом деле я подуспокоилась. Мама у меня уже так на меня смотрела, смотрела, говорит, ну, вроде ничего. Ну, ладно, ничего так ничего. Но вчера, на самом деле, я была такая на эмоциях, можно сказать. И вчера я зашла в Литуаль. И, ну, вначале была в Ревгоше. В Ревгоше что-то ничего не нашла себе интересного. И, так сказать, на почве ресниц, можно так выразиться, неудачных ресниц. Я решила купить себе лайнер. И потому что мой, который был... Ну, я потом его вам в пустых баночках покажу. Он сам внутри ещё нормальный. А сама кисточка аппликатора, она, в общем, то ли засохла, то ли что-то с ней случилось. В общем, очень плохо прорисовывать стрелочки. И я решила, что я на отдыхе буду рисовать стрелки себе. Но не знаю, буду ли не буду. По крайней мере, хочу прорисовывать вот этот межресничное пространство, извиняюсь. Вот. И стала искать себе лайнер. Хотела вначале лайнер от Буржуа. Кстати, напишите, кто-нибудь, может быть, пробовал. Ну, вот я имею в виду, как фломастер, правильно, лайнер, да, это называется. Никогда я его не пробовала. Напишите, если кто-то пробовал, нравится вам или нет. Потому что из люкса вообще не хочу ничего такого приобретать. Потому что, ну, как-то туши люкса вы меня вообще разочаровали. И, в общем, меньше болтовни. Зашла в Литуаль. И сейчас покажу вам покупки из Литуаля. А также мы сегодня с сыночком были в Спортмастере. И у меня мега удачная покупка из Спортмастера. Я вам ее сейчас тоже покажу. И что-то еще из покупок. В общем, сейчас все-все покажу свои покупки. Итак, я начну с магазина Литуаль. Значит, я, как сказала, уже шла за лайнером. И взяла себе вот такой вот лайнер. Вот. Очень он мне понравился, кстати. Очень хороший такой. Видите, тоненький достаточно аппликатор. В общем, хорошо рисует. Но я его еще не пробовала. Единственное, что он как-то не защелкивается. Крышечка у него. Ну, не знаю. В общем, взяла лайнер. Вот у меня чек. И стоил этот лайнер 689 рублей. И также я взяла вот такие спонжики. Их было две штучки. Одну я уже начала пользоваться. И вторая. На самом деле в фикс-прайсе они дешевле. Ну, вот взяла. Потому что уже в фикс-прайсе не было вариантов, в общем, заезжать. И также взяла себе две помады. Одну из них вы уже вот сейчас недавно видели у меня на губах. Эта помада мне обошлась в 0 рублей. Потому что тут тоже акция. Берешь одну... Ну, в общем, одну вещь. То есть я взяла лайнер. И помада мне в подарок обошлась. Она, значит, в оттенке 403. И вот такая вот помадка. Она на самом деле, видите, такая кажется достаточно коричневой такой. Но на губах она выглядит немножечко розоватой. То есть видите, вот видите, какая разница. Поэтому обязательно используйте тестер. То есть пробуйте. И просто так не советую приобретать. Потому что видите, насколько... Здесь она кажется светлой, в стике такой. Но помада очень хорошая. Она дает хороший глянец. Хорошо смотрится на губах. Хорошо увлажняет губы. Но я не скажу, что она суперстойкая. Нет. Чашку кофе она не переживет. Это точно. И также в магазине L'Etoile я очень вам рекомендую подходить около кассы. Я не знаю, во всех L'Etoile это есть или нет. Но в нашем есть. Около кассы стоят у них такие коробочки. Где они распродаются скидкой даже более чем 50%. То есть там бывает и больше скидки. И я там выбрала вот такой себе блеск от марки Givenchy. Стоил он 1075 рублей. Мне кажется, вообще потрясающая цена. Я его как раз таки взяла с мыслью об отпуске. Посмотрите, какая красота. Мне кажется, у Chanel, по-моему, ну много у кого были такие блески. Это вроде, как мне сказали, старая коллекция какая-то. Но, кстати, смотрите на то, чтобы со сроками годностей было все в порядке. Вот она, видите, такие прям блесточки. Очень красивые, розовенькие. Я люблю такие оттенки. В общем, как раз на отпуске, мне кажется, будет отлично. Тоже очень приятно на губах. Вот эти блестки не особо чувствуются. Ну, я один раз наносила. Но мне очень нравится. То есть они так хорошо на солнышке переливаются. Вот, видите, такой блеск прям классный. Ну, в общем, довольна своими покупками. Ну, не ресницы, так хотя бы помады и лайнеры. И вот сегодня я совершила себе следующие покупки. Я взяла в магазине InCity. Там тоже была акция. Берешь две вещи и две... В общем, берешь четыре вещи, платишь только за две. Супер акция, по мне так. И я взяла себе вот такую футболочку. Вот, кстати, цвет, ну, не совсем передается. Он менее яркий, чем сейчас выглядит на камере. Стоила футболочка 399 рублей. Здесь вот такие вот, как типа цветочки-бабочки на одной стороне. Но я уже на себе примерять не буду, потому что просто не успею уже это сделать. Вы увидите, я думаю, с отпуска. Я поснимаю себя в этих футболочках. То есть она простая, такая хлопковая, тянущаяся. И здесь вот такие штучки. Я взяла размер 42. Почему? Потому что, ну, хотела, чтобы было так, облегало, скажем так. Вот. И вторая футболочка. У меня уже вот такая в полосочку, такая трикотажная. То есть более такая, ну, как потеплее, что ли. И здесь вот такие вот тоже цветочки. Но для отпуска, мне кажется, отличный вариант. Она тоже стоила 399 рублей. То есть изначально ее цена была 1199. То есть мне кажется вообще классно. Вот. И, так сказать, в подарок, можно так сказать, я взяла себе нижнее белье. Он тоже размер 42. Но я так на себя приложила, они тянутся. Я, в принципе, люблю, когда оно не то, чтобы плотно не сжимало белье, а, ну, в общем, чтобы нормально сидело. И двое трусиков. Беленькие. Беленькие-то вообще у меня всегда расходные. Не знаю. Вот. Ну, и нижнего белья много, конечно же, не бывает. Она стоила 399 рублей. Такие трусики. И точно такие же, только уже стринги. Я не помню, кстати, как вот эти называются. Это, ну, которые на попе так и закрыты. Вот. И вот такие вот тоже беленькие. Тоже мне понравились. Симпатичные. Просто больше ничего такого недорогого, скажем так, я не выбрала. Потому что, соответственно, будет уходить в... То есть, бесплатно будут самые маленькие по цене вещи. И за все про все я заплатила 798 рублей. То есть, все у меня вошлось вот по 199,50. То есть, скидка распределилась просто на все вещи. Мне кажется, футболочки, тем более, качество достаточно хорошее. Такое вот это вообще плотный, такой как трикотаж, да. Это потоньше футболочка. Но качество очень хорошее. И за 200 рублей такие футболочки мне кажется просто потрясающими. Ну, и самое главное, это покупка, которую мы совершили сегодня. Сегодня мы с сыночком зашли в спортмастер для того, чтобы приобрести ему куртку. Точнее, даже для того, чтобы приобрести ему штанишки. И в итоге мы купили... Штаны не купили. Так, сейчас уберу. Вот. И приобрели ему вот такую куртку. Эта куртка считается как горнолыжная. То есть, она достаточно тонкая, но при этом теплая. Ну, в общем, для мальчишки нормально. Ему понравилась очень расцветка. Все понравилось. Тут у меня еще котейка моя. Помогает мне, да? Вот. Все понравилось. Все замечательно. Вот такая вот курточка. Куртка. Это... Вот я не зря вам показываю ценник. Стоит 3 799 рублей. Ну, для спортмастера, мне кажется, хорошая цена. Отличная куртка. И также он к этой куртке выбрал себе вот такую шапку. Я даю свободу выбора своим детям в плане одежды. Только я все время, ну, как бы стараюсь немножечко поднаправить. Ну, в общем, он выбрал сам. У меня уже парень большой, поэтому может сам себе выбирать одежду. В общем, вот такая шапочка. Здесь, где ушки, флисовая подкладка. Ну, спортмастер и все вещи такие достаточно теплые, хорошие. Стоила эта шапка 699 рублей. И для себя, точнее, может сказать, что мне это выбрал сыночек, я взяла вот такую шапку простую, обычную. Я ее брошу в машину. Я уже не помню, говорила нет. Может, в инстаграме писала. Я постоянно мерзну. Я постоянно забываю шарфы, шапки и всякое такое. И постоянно мерзну. Поэтому я брошу ее в машину. И будет у меня вот такая универсальная шапка. Хотела какую-нибудь бежевую взять, но ничего такого мне не приглянулось. В общем, сын сказал, мама, бери розовую. Вот 799 рублей она стоила. Ну, просто обычная, не знаю, нормально пойдет. Тоже потом вам покажусь, но уже в следующем видео в этой шапочке. И мы подошли на кассу, и девушка нам говорит. Значит, у них тоже проходит акция, как и везде сейчас. Что вы взяли, значит, куртку и шапку детскую. И третий товар вам будет в подарок. Идите, выберите там какую-нибудь футболочку. Я хотела взять перчатки ребенку, так как перчатки, наверное, у всех. Наверное, много кто теряет постоянно. Сын мой не исключение. В общем, перчатки по акции не проходили. Она говорит, идите, выберите футболку. Только ту, которая не будет на акции. И мы взяли с ним вот такую футболку. Точнее, мы взяли вначале одну, потом другую. Много какие футболки не подходили под эту акцию. В общем, мы по итогу выбрали вот такую. Она, знаете, из такого материала. Ну, как типа спортивная. Вот как футбольная форма. Знаете, такая, то есть, ну как... Это типа дышащий такой спортивный материал. Как бы она считается для бега. Это футболка Marvel 899 рублей. Размер 158. Это марка Daymix. И она всегда маломерит. Мы ее брали вообще с сыном без примерки. Но она великолата, конечно. И куртка, кстати, ему великолата. Но я всегда куртки беру на вырост. Во-первых, я могу пододеть. То есть, она ему по ширине великолата. Но здесь есть такой вот поясок внутри. Где-то там был внутри поясок, который можно подзатянуть. А во-вторых, можно одеть теплый свитер. Ну, я имею в виду толстый свитер. Поэтому я всегда беру на вырост. А то, что рукава... Здесь вот есть вот такие манжеты, которые подзатягиваешь. И рукав не кажется большим. Поэтому всегда беру на вырост. Значит, в общем, подошли мы. В общем, взяли футболку. В общем, мы простояли на кассе минут 40, наверное, девочки. Потому что у них эта акция не проходила. То есть, она не пробивала бесплатно никакой третий товар вообще. То есть, по идее, у нас должна была быть вот эта шапка бесплатная. Потому что она по наименьшей цене. То есть, она 699. А футболка у нас 899. То есть, заплатить я должна была за свою шапку, куртку и за эту футболку. Простояли мы по итогу, как я сказала, минут 40. И, в общем, они выясняли, выясняли. Оказалось, акция не действует. Почему-то у них компьютер не проставляется. И что самое просто потрясающее в этом во всем, то, что за мое долгое ожидание и за все они очень поизвинялись. Я, кстати, человек, который, я еще раз повторяю, я не скандален человек. Я спокойно стояла, ждала. Они 500 раз передо мной извинялись. Я говорила, ничего страшного. Хорошо, мы подождем. Мы не торопимся. Хотя, кстати, мы торопились. Но это ладно. И за мое ожидание, скажем так, нам сделали скидку на всю нашу покупку. И получилось, то есть, понимаете, да, моя скидка сейчас должна была составлять по цене этой шапки, то есть 699 рублей. А нам сделали скидку. Вот я вам даже покажу. Они какой-то, видите, бонусы сотрудника 1856 рублей. Просто потрясающе, девочки. То есть, получается, вот эту классную куртку, которая идет для горнолыжной, да, для лыжников, которая ветра, влагозащитная, при этом дышащая. То есть, ну, я думаю, не нужно объяснять, какие куртки в спортмастере. Я думаю, все знаете. И эта куртка, вот посмотрите, она мне обошлась в 2660 рублей вместо 3700. Шапка вместо 699 – 490 рублей. Шапка моя розовая – 560 рублей вместо 799 рублей. Футболка вместо 899 рублей – 630. Я заплатила 4 340. Хотя, по идее, должно было быть 6 с хвостиком. Просто потрясающе. Спасибо огромное спортмастеру. Я, на самом деле, очень довольна этой покупкой, потому что такую куртку за такую цену просто не найти. Честно. Вот сколько, как интернет-магазины, вы никогда не найдете за 2600. Вот такую куртку с таким качеством. Поэтому я супер-мега довольна и считаю прям, что у меня прям удачная вот эта покупка была. Ну, плюс у меня будет теперь шапка в машине, и я перестану мерзнуть. Так что вот такие вот у меня были покупочки. Сейчас пятница. Время 4 часа. И вот такой кошмар у меня здесь творится. Просто кошмар. Я так и не убралась. Я все вообще свалила. Здесь так и не убрала ничего. То есть это уже пятница, да? Начала я снимать в среду. В общем, тут платья висят, которые надо все сложить. В общем, мне еще нужно делать педикюр. Я не знаю, как я все успею. Вот такая вот у меня история тут. Да. Придется сейчас все убираться. Да, здесь тоже у меня куча всего валяется. В общем, кошмар какой-то. Там даже, видите, таз. В общем, сейчас все буду убираться. Но если вам что-то интересно посмотреть, не знаю, косметичку, я вообще буду... Сейчас поеду в аптеку. Кое-какие лекарства куплю. Все, что вот интересно, что я с собой беру. Может быть, или еще что-то обязательно пишите. Я все буду снимать. Вот такая вот у меня ерунда тут. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень сильно извиняюсь за освещение. Снимаю на кухне, в нашей столовой, так как у меня уже все спят. Уже 12 часов ночи. В общем, я собралась, все сделала, прибралась. Видите, как у меня ресничка. Ужас. Вот. Я надеюсь, вам понравился такой, не знаю, сумбурный влог. Он был для вас полезен и интересен. Обязательно не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии, пожелания. Всех люблю, целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok